Когда я паспорт получал, я пришел в паспортный стол, мне было 16 лет. И паспортистка, значит, Харатьян, Дмитрий, Вадимович, там, ну, национальство, нужно писать русский. Я говорю, извините, а тогда еще была графа национальность. Я говорю, подождите, тихо-тихо-тихо, я не это, запишите армянин. Она на меня так смотрит. Вот как ты, мальчик, ты вообще на себя в зеркало смотрел? Какой ты армянин? Я говорю, я армянин. Я говорю, ну ты что, судьбу себе хочешь испортить? Она мне говорит, паспортистка. Я говорю, в каком смысле судьбу я себе испортить хочу? Я армянин, у меня папа армянин, у меня армянская фамилия. Я хочу, чтобы в паспорте было написано армянин. Говорит, ну, как хочешь, конечно. Ну, вообще странно, блондин, армянин, голубые глаза, ну, странно. И написала все-таки мне армянин. А я уже к тому времени, конечно, мне папа рассказывал о тяжелой судьбе армянского народа, о геноциде. Я вообще, вот, исторически я был, ну, как бы это был мой осознанный абсолютно выбор, решение быть армянином. Я мог быть кем угодно, ты понимаешь. Ну, я буду писать русский там. Но для меня это было очень важно, потому что я хотел вот еще одним армянином, чтобы на земле было больше. Ты же знаешь, что у армян есть самое такое яркое изречение цават-танэм, да. Цават-танэм, возьму твою боль, заберу твою боль. Очень такое, как сказать, именно армянское, очень мудрое и очень наполненное действительно вот этими, этой исторической болью этого народа, потому что заберу твою боль, это что может быть вообще важнее, да, для человека, который это произносит. То есть он готов взять твою боль себе. Он должен готов переложить на себя твои страдания. Так вот, мне Армян Борисович, я к чему все длинный разговор, рассказ. А как-то я вот сказал, цават-танэм, да, я типа там, я мало знаю армянских фраз и извечений. Он говорит, сынка, а ты знаешь, что есть? Ответ на это. Я говорю, какой? Он говорит, анцов-манас. Я говорю, что это значит? Оставайся без боли. Акасы, цават-танэм, оставайся без боли. Ты лучше без боли, не надо тебе боль. Я не буду тебя брать, потому что тебя ее не должны. Смотришь, какая, да? Да. И это именно он сказал мне. Понимаешь, это как какой-то наследие. Я просто это воспринял для себя, как какой-то вот, знаешь, завещание, что ли, от него, понимаешь? Вот этого анцов-манас. Оставайся без боли. Оставайся без боли. Оставайтесь без боли. Оставайся без боли. Оставайся без боли. Продолжение следует...